Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сегодня мы хотим попробовать новый формат и рассказать о классных СТО, где работают настоящие профессионалы. Чтобы это видео было интересно вам, мы попросим профессионалов рассказать о секретах в их работе, поделиться опытом и дать дельные советы, которые будут полезны именно вам. Итак, в этом видео мы расскажем об СТО Tech Starter Service, одним из направлений деятельности которой является ремонт генераторов. Все подробности и ссылки по поводу этого СТО будут в описании к ролику. Кстати, несколько лет назад мы уже делали подробнейший обзор на тему генераторов. Если вы хотите подробно узнать об устройстве этих агрегатов, то милости просим, смотрите наш обзор. Ну, а прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш ТикТок. Там сейчас очень качественный «АвтоСтронговский юмор». Ссылочка на ТикТок будет в описании. Нашим гидом по СТО Tech Starter Service будет Александр, который уже два десятка лет занимается ремонтом этих агрегатов. Александр, приветствуем. У нас очень много вопросов к вам и надо очень много ответов. Давайте начнем постепенно погружаться в тему. Итак, все прекрасно знают, что если генератор не дает заряд, то на панели приборов загорается индикатор АКБ. А какие еще признаки говорят об износе генератора? Начинает тускнеется панель, тускнеют фары, слабо работать начинают дворники и человек понимает, что напряжение аккумуляторной батареи начинает снижаться. Если загорается лампочка аккумуляторной батареи на приборах, на панели приборов, то в 90, более 90 процентов случаев это проблема системы заряда аккумуляторной батареи, выходом из строя генераторов, а также цепи, соединяющие генератор с аккумулятором и привода ременной передачи от шкива клинчатого вала к шкиву генератора. Так а что делать в этом случае, когда загорелась лампочка на панели приборов? Приехать на диагностический сервис, специализированный сервис, желательно по ремонту стартеров и генераторов, потому что специализированный сервис, он более квалифицированные специалисты с более большим опытом, произведут диагностику. Ну и важный вопрос, почему же генератор все же перестает работать? Давайте составим рейтинг причин его поломки. Начнем с самой популярной. Основополагающая причина – это его ресурс, это моторесурс, пробег генератора, в основном рассчитан на около 300 тысяч километров до пробега. К этому пробегу начинаются проблемы в генераторе, по естественному его износу. Еще есть несколько причин, которые способствуют выходу из строя генератора. Это устарение аккумуляторной батареи. Когда вовремя не поменяли батарею, аккумулятор создает повышенную нагрузку на генератор, то есть когда снижается его плотность, он нагружает генератор, и генератор перегревается, тоже выходит из строя. Точно также обрывы цепей силовых плюсы-минусы могут влиять на работу генератора, а также выход его из строя. Я думаю, что вот этот вопрос очень интересен многим. Может ли процесс прикуривания повлиять на ресурс генератора? Прикуривание может вывести из строя, потому что аккумуляторная батарея разряжается, и аккумуляторную батарею рекомендуется не прикуривать сервисным мануалом, не рекомендует прикуривать автомобиль от другого автомобиля. Он рекомендует заряжать аккумуляторную батарею, начиная с малых токов, потихоньку повышая напряжение. То есть и машина должна заводиться с полной плотностью аккумуляторной батареи. А конкретно вот что с генератором может случиться? Пустая батарея, она создает повышенную нагрузку в цепь, которая напрямую подключена к генератору. Генератор начинает нагреваться, то есть аккумуляторная батарея пустая, она требует себя закачки электронов энергии, то есть тем самым создавая в цепи повышенную нагрузку, генератор на каждом автомобиле свой номинал и своей мощности генератора, начиная там, допустим, образно от 40 и доходя до 200 ампер. То есть аккумуляторная батарея пустая, она может превысить лимит генератора, потому что на каждой машине свой генератор, своей мощности и своего номинала. Он рассчитан на полностью заряженную аккумуляторную батарею. Когда аккумуляторная батарея снижает свой заряд до предельного минимума, она начинает восполнять свой заряд, тем самым нагружая генератор, и его предельной мощности не хватает, он нагревается, перегревается и выходит из строя. Первоначально выходит из строя диодный мост, перегружается, нагревается обмотка, до генератора не дотронутся он как кипяток, то есть и генератор выходит из строя из-за перегрузки, потому что аккумуляторная батарея создает такую нагрузку, из-за которой генератор перегружается, вследствие чего он выходит из строя. А еще Александр сейчас нам расскажет, что дорожные реагенты могут сотворить с генератором. В генераторе статорная обмотка довольно-таки плотно вставляется в корпус, зажимается, центруется четырьмя болтами в основном. Когда соль проникает между обмоткой статора и корпуса генератора, образуется реагент, который сульфирует сам алюминия, окисляется алюминия, и точно так же окисляет вот эти вот пластины, называется магнитопровод обмотки, который окисляется, вот такая вот собирается окись. За счет того, что это все соединение все очень плотное, окись начинает расширять, раздувать обмотку, обмотка нажимает на крышки генератора, те впоследствии трескаются, изменяется положение ротора, либо обмотка сама нажимает на ротор, либо изменяется положение ротора, вследствие чего генератор просто клинит и выходит из строя. Точно так же реагенты влияют на сам провод, провод является под плюсом, точно так же магнитопровод раздувается и нажимает, воздействует нажатием на провод, который находится под плюсом, сам магнитопровод, каркас обмотки находится под минусом, То есть происходит короткое замыкание обмотки и тоже генератор выходит из строя Это как раз те случаи, когда происходят замыкания межвитковые, на корпус и так далее Да, это как раз тот случай, когда происходит замыкание обмотки в основном на корпус, короткое замыкание на массу Иногда присутствует межвитковое замыкание, оно более тяжелее диагностируется Это когда разрушается сама провода обмотки, сам провод И он между собой, сам провод, фазы с фазами замыкаются и происходит межвитковое замыкание фаз Но оно крайне редко, чаще всего происходит именно замыкание на массу, на магнитопровод обмотки на статорную, естественно сульфат, то есть и реагент ускоряет эти все процессы старения. То есть эти процессы, они естественны самим старением, но реагенты ускоряют эти процессы, то есть они способствуют реакции коррозии металла, коррозии сульфирования алюминия, то есть тем самым преждевременному выходу из строя агрегата, в частности обмотки. Ну а теперь очень интересный вопрос, все ли генераторы ремонтопригодны и какие запчасти для их ремонта существуют? Илья, ну практически все генераторы ремонтопригодны, практически, ну все вопросы решаемы, да, я бы сказал даже так, все вопросы решаемы. Если генератор не ремонтопригоден, мы ищем оригинальную бушку, обращаемся на компанию АвтоСтронг, в своей основе очень качественные, чистые, аккуратненькие узлы, практически новые. Себестоимость узла в разы ниже, чем если покупать его на дилерском центре или заказать. И это есть выход из ситуации, часто очень обращаемся, генератор довольно-таки с очень свежей модели, с Форда, то есть если на него, допустим, комплектующих нет, потому что завод их не поставляет. Сейчас системы требуют очень оригинального материала для ремонта генератора, потому что не с оригинальным материалом, особенно генераторы компании Форд могут не работать. Допустим, регулятор не оригинальный может не соединяться с блоком, и мы тогда уже обращаемся на компанию АвтоСтронг, ищем бушный генератор, он практически, вот данный вид генератора с компанией АвтоСтронг, он практически новый генератор. И мы таким способом выходим из положения по ремонту автомобиля. Какими запчастями вы ремонтируете генераторы? Ну, как профессиональная организация, мы стараемся использовать оригинальный материал для ремонта генераторов, от этого зависит срок эксплуатации дальнейший и качество ремонта генераторов. Если люди не располагают на сумму оригинального материала, он довольно-таки, в принципе, оригинал, не дешевый материал, мы предлагаем альтернативные аналоги европейских компаний, которые мы устанавливаем на генераторе, в принципе, тоже довольно-таки приемлемый ремонт, но, как бы, рекомендуем и стараемся использовать оригинальные запчасти, чтобы дать качественную гарантию клиенту для дальнейшего эксплуатации автомобиля и эксплуатации генератора. Для ремонта генератора мы можем предложить клиенту абсолютно все запчасти, которые идут на генератор, диодный мост, ротор, обмотки, регуляторы, подшипники, корпуса генератора, разных производителей разного качества, оговорить условия ремонта с клиентом и предложить ему любую запчасть на выбор клиента. Ну, а теперь, Александр, дайте, пожалуйста, дельный совет нашим подписчикам и зрителям, как наиболее качественно решить вопрос с неработоспособностью генератора. Я бы назвал это вопрос рациональности, да, то есть я рекомендую вообще обращаться при обнаружении и на панели выявления неисправности системы работы генератора, обращаться на специализированные СТО по ремонту стартеровых генераторов, производить диагностику. В данном случае диагностика у нас бесплатна как на автомобиле, так и генератор в снятом виде. Мы в присутствии клиента все это показываем, рассказываем, объясняем даже самым непонимающим людям, как это все работает, показываем, какой материал мы используем. Если у клиента не хватает средств, такое тоже бывает, мы предлагаем альтернативные варианты ремонта и объясняем, на какой срок эксплуатации в дальнейшем генератор, сколько он прослужит, там год, два, то есть месяц, в зависимости от качества ремонта, от качества материала, который выберет клиент. Ну а теперь давайте взглянем на процесс диагностики генератора. Диагностика производится у нас комплексная, то есть когда человек приезжает на машине, мы сначала диагностируем на самом автомобиле, проверяя, как работает сам генератор, или не работает, да, почему он не работает, соединение цепей, проверяем состояние аккумуляторной батареи, убеждаемся в том, что, ну в большинстве своих случаев это выход из строя генератора, демонтируем генератор с автомобиля и приносим вот на такой стенд, устанавливаем генератор на стенд, подключаем генератор, подключаем аккумулятор и имитируем систему автомобиля. Стенд практически дублирующий инструмент, который делает то же самое, что и автомобиль, раскручивает генератор и нагружает генератор. Вот подключаем аккумуляторную батарею, как бы, как в любой цепи есть аккумуляторная батарея, генератор, устанавливаем привод, подсоединяем силовой плюс, основной плюс и запускающую плюс, который идет через лампочку контрольную. После того, когда происходит вращение, обмотка ротора находится в обмотке статора, конденсируется энергия и она выходит на фазы, фазы передают выпрямительный блок диодным мостом и передает на плюс. Запускаем стенд, лампочка у нас контрольная загорается, запускаем стенд, то есть приводим во вращение стенд, задаем ему обороты, лампочка у нас гаснет, свидетельство о том, что генератор работает, а если она не гаснет, это свидетельство о том, что генератор не работает мы смотрим напряжение номинал значения энергии должен находиться в диапазоне 14 данном виде генератора это генератора уже таких старых автомобилей у них диапазон примерно 14 13 8 14 5 на системе опеля может доходить до 14 9 то есть это разработка двухтысячных годов в таких пределах в таком диапазоне работать генератор разработки двухтысячных годов проверяем под нагрузкой добавляем оборотов и нагружаем генератор смотрим как он работает под нагрузкой это то же самое имитируем как будто вы включили обогрев заднего стекла то есть мы смотрим количество ампер генератор имеет свой каждый генератор имеет свой номинал я уже предыдущем говорил от 40 примерно а до 200 ампер вот у нас амперная стола вот мы знаем что данный вид генератора имеет номинал 150 ампер и мы нагружаем его до 150 ампер и смотрим как как меняются значения напряжения данном случае генератор нагрузился значения соответствуют норме и мы видим то генератор работает если есть отклонения от норм горит лампочка это свидетельство том что генератор не работает. Дальше мы его разбираем и смотрим, какая часть генератора вышла из строя. Современные генераторы, которые инженерами-разработчиками начали примерно устанавливаться с 2004-2005 годов до сегодняшнего дня, работая через скан-шину. Это управление генератором посредственно блоком управления автомобиля. И напряжение в данном генераторе регулируется блоком управления автомобиля. Нет понятия стандартного напряжения, как в предыдущей версии, вот которую мы проверяли. Диапазон напряжения 13,8-14,4. В данном виде генератора диапазон напряжения может меняться в зависимости от состояния аккумуляторной батареи, от внешней окружающей среды температуры зимнего периода, летнего периода, от степени загруженности генераторов напряжения регулируется. Пределы могут доходить вплоть до 15,5, что тоже считается нормально. Но это кратковременно, в пределах 3-4 минут, дальше напряжение снижается. Сейчас мы покажем, как это все работает на стенде. Генератор, в принципе, подключение, установка все то же самое, только используется один провод. Есть приставка, которая считывает информацию, то есть с регулятором соединяется. А89 это его номер регулятора, то есть его модификация типа сигнала и LMH это скорость протокола. То есть это сигнальный генератор, я так называю условно интеллектуальный генератор, то есть непосредственно уже умный генератор. Сейчас мы покажем, как он работает. То есть принцип действия практически то же самое, плюс-минус подключение, заданное вращение, то есть обороты мы задаем ему эмулятор и смотрим, как работает сигнал. Можем показать, как повышается и как понижается напряжение в зависимости от потребности автомобиля. Точно так же, когда минусовая температура, генератор немного работает на повышенном напряжении. То есть для этого эта система и создана. Так, смотрим. Вот он запустился, генератор. То есть, ну, запускается он от оборотов. Здесь этому генератору не нужно, как вот в старой версии, через лампочку, чтобы ротор накапливал энергию. Этот генератор, у него есть плюс и есть минус. Этого достаточно для того, чтобы он уже начал работать. Он запускается от оборотов, от плюса и минуса. Дальше уже идет управление через вот этот вот скан-провод. В данном случае у нас вот эмулятор стоит, приставка, которая прочитала наш генератор. Мы видим его протокол для того, чтобы в случае, если выхода реле мы поставили, реле с точно таким же протоколом, вот у нас напряжение 14,7. В данном случае 14,6-14,7. И вот что мы делаем. Мы регулируем напряжение. Мы его делаем. Мы его сделали меньше. 13,5 В. То есть генератор работает на 13,5 В. Поэтому, если человек вдруг сам решил подключить свой мультиметр, который измеряет напряжение, и вдруг увидел 13,4, и вдруг говорит, что должно быть 14, и он приезжает на сервис, говорит о том, что у него уже есть какая-то неисправность, то в данном случае никакой неисправности нет. Просто система заданного режима 13 В. Вот в Ситроене в 2010-х годах практически все работают в номинале напряжения 13,4. Вот все приезжают, ты замеряешься, я замеряю, как бы 13, и это нормально. И вот мы приставкой задаем напряжение максимального значения 15,7, максимум 15,8. То есть такое напряжение фиксируется после первого запуска. Оно кратковременно примерно может доходить до минуты, может до двух. Аккумулятор свой номинал, свою ячейку, которую отдал на стартер, восполняет этим напряжением. То есть быстро, кратковременно, очень быстро идет очень большой поток энергии, чтобы быстро компенсировать аккумулятор. Ну, а в основном это сделано для того, чтобы снизить экологический выброс. То есть если машина не загружена, генератор работает просто, он не нагружается, он поддерживает просто всю систему и состояние аккумуляторной батареи, и он снизит тем самым твой номинал. Когда в регуляторе происходит сбой, и регулятор выходит из строя, это не говорит о том, что не работает генератор, это не работает сам регулятор. То есть вот этот вот режим повышения и понижения напряжения в регуляторе не работает. И генератор работает просто в режиме, как бы, ну, условно, аварийном режиме. Примерно аварийный режим, это 13,5 вольт, будет писать ошибку по работе генератора, выходящую на панель приборов. Генератор будет работать в аварийном режиме, как бы, в условном, примерно где-то на 13, вот как сейчас это 13, вот мы сейчас на номинальном значении на 13,5 вольтах. То есть вы можете доехать до сервиса спокойно. В этом режиме могут, может через некоторое время перестать работать коробка, и все, что связано с электроэнергией. То есть мофт потихоньку начинает отключать системы, которые требуют работы генератора и требуют подпитки энергии, завязаны через энергию. Итого, вы обнаружили неполадку в генераторе. Что вы дальше делаете? Дальше мы производим его диагностику, кладем, так условно, на операционный стол и начинаем производить диагностику. Вскрываем, снимаем заднюю крышку. Вот под ней идет регулятор напряжения, за ней идет диодный мост и выходы фаз к диодному мосту с обмотки. Сняли пластиковую крышку, которая закрывает систему, потому что это все плюсы, чтобы не выпадала грязь туда, чтобы не было коротких замыканий. Вот такая вот пластиковая такая крышка ставится. Она как изоляционная крышка и как предотвращающая, предупреждающая тоже от всяких замыканий. То есть она очень важная вещь, иногда и она ломается, и вот этот вот плюс, эта площадка под плюсом оставляется открытой. И даже были случаи, когда без этой крышки при замене фильтра человек умудрился отверткой попасть между фазами, которые под плюс, и массой, и спалил генератор. То есть эта крышка очень важная вещь, как бы она пластиковая и является изоляционной крышкой. Дальше мы разбираем генератор. Вот это вот терминал снимается, иногда терминал бывает. Прикручен иногда от терминала не бывает. Генераторов очень много, конструкторских решений очень много. Как бы они все очень похожи, но все в конструкции очень разные. Их примерно где-то около пяти основных видов. Это компании Bosch, Valio, Mitsubishi, Непонденция японские. Магнитон Чехословакия. Но самое основное это Bosch, Valio, Mitsubishi и Непонденция. Это четыре основных генератора самых распространенных брендов. Мы ремонтируем генераторы системы 12-24 вольта. В основном идут на грузовые автомобили. Мы тоже ремонтируем генераторы на грузовые автомобили. Снимается вот такой вот пластиковый терминал. Извлекается регулятор напряжения. Предварительно, нашим опытом на стенде, мы уже примерно, когда ставим на стенд, крутим генератор. Исходя из того, с каким обращением пришел клиент, исходя из его истории, исходя из нашего опыта, приблизительно, исходя из вида генератора, то есть мы уже знаем, какие основные причины и выхода из строя его элементов. Поэтому мы примерно уже знаем, где на что обращать внимание. У нас 20 лет опыта. Вот дальше проверяется контактные кольца. То есть контактные кольца должны быть замкнуты между собой, звенец на приборе, такой звук должен быть. Либо есть определенные приборы, которые показывают по омам, чтобы вот контактные кольца были замкнуты между собой. И обмотка витковая, она имеет свое сопротивление и покажет нам омы. Да, омы имеют определенные тоже свои заданные значения. В генераторе 12 вольт они должны быть в диапазоне от 2,5 до 3,5 ом. 3,3 ома где-то вот так вот. Это говорит о том, что все нормально по ротору. И мы проверяем, чтобы он не замыкал, обмотка ротора внутренняя не замыкала на массу. Вот на массу она не замыкает. Это говорит о том, что ротор рабочий. Это мы проверили ротор. Дальше мы проверяем диодный мост. Цифровое значение должно быть в диапазоне 1000. Это свидетельствует о том, что диодный мост не пробитый и система исправная. Но это поверхностно. Дальше, если детально, надо отсоединять обмотку от диодного моста и проверять отдельно обмотку и проверять отдельно диодный мост. Тот генератор, которым мы разбирали, мы не будем его еще раз разбирать, потому что там диодный мост сложно припаивается и он отремонтированный, чтобы не тратить свое время на разборку-сборку, чтобы вам это все показать. У нас есть, вот сейчас клиенты принесли два генератора в ремонт. Вот мы отсоединили, вот обмотка сама по себе, мы отсоединили ее от диодного моста. Сейчас мы проверяем диоды. Точно так же мы можем отдельно, опять же, проверить диоды на общее положение. Вот, в данном случае уже сразу же мы слышим звонок, что говорит о том, что диодный мост, то есть, уже имеет дефект пробоя. И проверяем каждый диод. Вот каждый диод проверяется отдельно. В данный генератор компании Mitsubishi диоды имеют примерно положение 500 по каждому диоду. Вот 500, вот 500, вот 500. Плюсовая группа рабочих. Проверяем минусовую группу, то есть, меняем полюса, ставим на минус. То есть, этот вот плюс мы черным, мы меряем всегда через плюс черным, а красным мы меряем всегда через минус. Вот, это минусовые диоды. Здесь стоит 9 диодов, плюсовые, минусовые, и еще здесь есть диоды возбуждения. Есть мосты с диодами возбуждения, есть мосты без диодов возбуждения, есть мосты, вот, которые имеют, допустим, только плюсовые и минусовые диоды, вот этот мост без диодов возбуждения. Вот этот мост имеет диоды возбуждения. Это еще 3 диода, которых тоже надо проверять. Вот мы смотрим диоды сейчас. По плюсу мы проверили, они целые. Сейчас мы проверяем их по минусу, тоже 500. три диода у нас вот 500 сейчас мы смотрим по возбуждению данные вид генератора компании mitsubishi в этом генераторе обнаружен выход из строя диодного моста диоды все звонятся как целое но в сборе когда собираешь и скручиваешь диодный мост изоляция здесь гнилая повреждена и общий параметр показывает на пробой то есть он вроде мы вот разобрали вот такая скрытая интересная интересный эффект разобрали все прозвонили вроде все хорошо а генератор имеет дефекты и имеет неисправность когда в сборе это все скручиваешь изоляция вот все диоды они изолированы и когда мы его сжимаем то есть прикручиваем корпуса у нас корпусу показывает положение пробоя диодного моста вот такой скрытый дефекта и специализированные профессионалы они обязательно разберутся и найдут что именно причина в диодном мосте диагностика статорной обмотки мы смотрим опять же прибором чтобы витки были в параллели как бы чтобы они не были в обрыве то есть и каждая фаза имела свой 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 дубль по по виткам вот дальше мы смотрим на пробой именно на корпус это основное железо это масса а сама проволока это плюс она изолирована от массы мы смотрим чтобы она вот не звенела и смотрим целостно рассматриваем целостной изоляцию как раздулся магнитный провод если она раздувается обмотка уже происходит коррозия начинает расширяться дуть пластины раздвигаются и тем самым тут обмотка она изолирована и мы видим что пластины уже начинают поджимать изоляцию и мы понимаем что уже неизбежность фатальность выхода из строя этой обмотки она уже буквально вот в ближайшем времени произойдет поэтому мы ее бракуем даже если она целая не звенит мы говорим о том что этой обмотке стала жить вот буквально месяц два-три дождь попадает вода попадает влажность и все обмотка выхода мы рекомендуем ее менять если клиент не соглашается он говорит о том что я еще поеду как бы но это под его ответственность он еще может на ней поездить вообще как правило самый частый выход из строя обмотки это вот такой вот пробой ее на корпус вот такой вот прозвон мы ставим на корпус и она звенит данная обмотка целая как бы мы ее почистили снимаем слой окиси снимаем слой ржавчины чистим ее на шлифовальных кругах то есть на щетках шлифовальных и заливаем ее лаком консервируем производим консервацию чтобы она еще поработала год-два у клиента чтобы она выдержала на отдельном специализированном стенде мы проверяем отдельно регуляторы напряжения подключая к стенду и смотрим отдельно заданное их показания вот данный регулятор включился имеет номинал 14 с половиной вольт вот что свидетельствует о его исправности к нам приносят генератор на диагностику и человек заявляет о его проблемах вообще это очень важно потому что диагностика и симптомы указывал очень помогают нам поставить диагноз в данном случае если вот переносят пан по шуму подшипников или приезжает машина на машине мы используем стереоскоп которым прослушиваем все элементы кондиционер прослушаем ролики прослушаем генераторы прослушиваем шумы с двигателя прослушиваем все все элементы и и своего опыта мы знаем как как работает генератор если у него повышенный шум то мы рекомендуем поменять подшипники, точно так же мы его приносим, если в снятом виде приносит клиент, либо мы сами демонтируем генератор, мы его устанавливаем вот в тиски зажимаем, в данном случае стенд нам не нужен, раскручиваем руками дотрагиваемся рукой слушаем, какой перекат у подшипников на перекат, это тоже очень важный симптом переката, целые подшипники не имеют вибрации, не отдает в руку, переката нету берем вот такой вот пистолетик, вот такой вот инструментик и разгоняем генератор и слушаем уровень шума в данном случае генератор шумит и здесь уже в данном виде генератора рекомендуется поменять подшипники, потому что даже вот отсюда мы разгоняем его и мы слушаем вот этот вот звук перекат и звук гул такого быть не должно, это свидетельствует о том что в этом генераторе подшипники нужно менять, мы точно так же после того когда еще разбираем генератор снимаем подшипники и детально каждый подшипник потрясем, крутим Слушаем сам подшипник отдельно, когда уже все разобрали Чтобы это было уже более детально именно по подшипнику Ротор тоже может задевать обмотку Может быть такой дефект, когда разбиваются вот эти корпуса Вот эта вот часть в крышке И ротор начинает гулять, задевает обмотку И вот такая поверхностная диагностика нам указывает на подшипник Но на самом деле это не подшипник Это разбивается вот эта вот задняя крышка Куда вставляется подшипник И ротор уже задевает по обмотке внутри И надо менять вот эту заднюю крышку подшипники бывают целые хотя мы рекомендуем сразу менять все вместе как бы в сборе если такие дефекты происходят генераторы мы рекомендуем сразу менять подшипники и заднюю крышку вот такой подробнейший гайд по генераторам мы сегодня получили от александра александр резюмируйте ну как вы видите что генератор это не совсем такой примитивный простой узел которая кажется на 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 первый взгляд у него есть очень много нюансов очень много подводных составляющих в генераторе вы можете обращаться на диагностическую станцию диагностика у нас бесплатно вы всегда получите качественно качественную информацию о генераторе можете привозить генератора снятым виде приезжать на машине мы будем делать диагностировать делать заключение общаться и предоставлять вам услугу по ремонту в случае необходимости и согласия благодаря спасибо большое если вы хотите чтобы такой же репортаж мы сделали с александром по стартерам обязательно напишите об этом в комментарии также напишите что вы думаете об этом формате и чтобы вы хотели видеть в этом формате еще ну и в целом помните что нам нужна ваша поддержка обязательно подпишитесь на наш канал нажмите колокольчик напишите комментарий поставьте лайк этому видео и поделитесь им в соцсетях помните что поддержка нашего канала это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля с вами всегда была есть и будет компания автоСтронг